Ольга Иконникова Слава симметрия в живописи – это смерть. А в натюрморте имеет значение количество предметов? Или чем больше, тем лучше? Нина Джонсон в ответ на этот комментарий. А человек, например, симметричен. И все животные и цветы. Симметрия отнюдь не так уж плохо. И в картине может случиться, если эта картина задевает тонкие струны вашей души. Квадрат, например, Малевич. А там какая симметрия? Там вся еди... Он просто черный кусок. Он же не поделен там пополам. Не два же квадрата Малевича симметрично. Как два глаза, например. Один. Нос, например. Тут какая симметрия? Ну, правда, пополам, если разделить. Там нет разделительной линии. Насколько я знаю, вся идея этого квадрата Малевича, он был просто повешен в красный угол. Там на выставке какой-то. Не помню какой. Назовите. Кто знает. Идея была в том, что вместо икон, которые в красном углу, был повешен черный квадрат. Вот и думайте. Нина утверждает, что человек симметричен и все животные цветы. Ну, это как смотреть, Нина. Вот я, например, у меня нос немножечко кривой. Мы все кривые. В природе же нет прямых линий. Ну, это внешняя сторона процесса. А что вы скажете про сердца? У некоторых справа, но все равно. Или там печень, ливер, пуль или желудок. Ничего не скажете. Даже, извините, яички висят по-разному у мужских самцов, особей. Одно ниже, другое выше. Они живут своей жизнью, кстати. Если посмотреть, приглядеться, что-то там происходит. Как будто бы лава там внутри. Абсолютно своей жизнью. У женщин также есть вещи, которые немножечко смещены. Ну и что? То есть я за то, чтобы смотреть в глубину вещей. Вот внутро. Так-то вроде бы все. Снаружи почти симметрично. А в глубине... А мы же с вами пишем внутреннюю суть вещей. Поэтому, мне кажется, этот подход более правильный. Даже если, как метафора, как сравнение, идет человек. Вот в этом примере. Цветы, вы говорите, симметричны. Животные. Но опять, как посмотреть. А если группа цветов, например, розы растут. Несколько роз. Какая там симметрия? С какого ты угла не посмотришь? Один бутон выше, другой ниже. Один поклонился, другой расцвел. Все это такая игра. Мне нравится больше играть в эту игру. Игра интересная с точки зрения симметрии. Футбол, например. Ну, понятно, что ворота стоят пополам. Все поделено симметрично. Но посмотрите на процесс. Мне интересно в живописи процесс писать. А в процессе там эти... Как муравьи они бегают. Там вообще хаос такой. Бровановское движение у футболистов. Там никакой симметрии нет. Но в самом процессе. Они располагаются все время. Меняются. Ну, пальцы, например, на руке. Ну, вроде бы две руки. И тут пальцы, и тут пальцы. Но посмотрите, как здесь они расположены. Как это все интересно. Тут такие удивительные законы. В рамках одной руки. Ну, ноги тоже так же. Тут сплошь золотое сечение везде. Даже вот я еще раз повторю, кто не знает. Смотрите, три к пяти, три к пяти. Косточки как расположены. Это же вообще магия. Нет тут никакой симметрии. Но в этом аспекте. Ну, ладно, поедем дальше. Ну, симметрия в живописи смерти. Ну, да, ну, клавиши, смотрите, на рояле. У них у каждой клавишки свой звук. И даже есть черные и белые. И все несимметрично. Я видел картинку смешную такую. Рояль Стаса Михайлова. Там три клавиши всего. Две белые и одна черная. Вот тузенький такой рояль с тремя клавишами. Ну, там, пожалуй, симметрия. Потому что две по бокам белые, а в середине черные. Вот тут, конечно, рояль. Но не все ж такие, как великий артист Стас. Есть же и другие исполнители, которые используют широкую полосу звучания. И выдумки больше, например. Симметрия как-то все прям строго делит математически пополам. Живопись все-таки это не математика. На мой взгляд. Ну, по крайней мере, не арифметика. Скорее, какая-то высшая. Высочайшая математика. Высочайшая наука. Ну, какая тут симметрия. Планеты наши вокруг Солнца. Никакой симметрии. Каждая эта глыба занимает в каждый момент времени свое место в пространстве, во Вселенной. Так вопрос-то у Ольги Иконниковой другой. В натюрморте имеет ли значение количество предметов? Дорогая Ольга, ну вот как, извините, в сексе, например, имеет значение, сколько предметов вы используете, помимо основного. Ну, если много, например, предметов, то это уже гарем какой-то. Ну, кому-то это нравится. Может быть, и такой натюрморт с большим количеством живых предметов. Стиллайф такой. Но в любом случае, даже если их много, должен быть главный. Ну, конечно. Как Зульфия там, или не помню, Гюльчатая кричала, Сухов назвал меня главной женой. Главный должен быть. Хозяин этого натюрморта. То есть, ему основное внимание, а все остальные подчинены. Тогда вы будете и писать, исходя из этого принципа, осознанно, уводя в условность другие малозначимые, нужно выбрать значимый и во всю мощь, во все тяжкие его прописать так, чтобы до утра, чтобы мощно было, чтобы все соседи, вся улица сбежались с одним, вот этим главным. А остальные пусть все подчинены, смотрят просто. Извините. Сегодня меня куда-то понесло. В натюрморт. Количество предметов, значение. Ну, скорее, Ольга, не количество предметов, а качество, конечно. А качество живописи имеет значение. Ну, об этом мы в моей онлайн-школе смотрите уроки. Первый обязательно по композиции. Тринадцатый, еще раз повторю. А потом уже вот в последних очень внимательно изучите их, которые я выложил. Я думаю, будет много понятно и ясно. Ну, как из этого многообразия, в принципе, да, вот что-то выделить главное и ему подчинить второстепенное. Об этом прям, ну, этим надо заниматься. Ну, посмотрите, правда, уроки. То есть в каждой своей работе художник решает эту задачу. Но обязан решать. Иначе получится просто винегрет, где все понабросано, причем этот винегрет по всему столу. Ну, надо что-то жаркое, в конце концов, в центр поставить. А остальное так вот, мелкими пташечками, бисером. Центральная должна быть часть. И писать надо так. То есть центральную более выразительно, более, менее. А остальное не очень. Где-то обобщенно, целостно, прям кусками пятнами. Получается, что количество предметов не играет значения. Играет значение, как вы выделяете основной центр композиции. И как подчиняете ему все остальное. Вот что важно. Извините меня за сегодняшнее сравнение. Ну, прям навеяло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok